Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня видео пользы газированной воды и вред минеральный, роль углекислого газа и молекулярного водорода в здоровье человека и в усвоении клетками и тканями организма нашего кислорода. Ну и напомню про такое явление, как гипокапния, то есть недостаточное количество углекислого газа в кровеносном русле. Почему я решил сделать это видео? Недавно на одном канале популярного врача-блогера из США вышло видео, вот почему надо пить газированную воду. Я посмотрел его уже наперед, зная, что он скажет и решил сделать это свое видео, чтобы углубить эту тему, раскрыть ее и дополнить, чтобы люди не только знали, как происходит, но и понимали, почему. Поскольку я водой занимаюсь с 80-х годов, многое знаю по данному вопросу и к тому же у меня уже почти 5 лет назад, когда канала этого доктора из США на русском языке еще и не было в помине, у меня вышло видео на моем этом канале, который вы сейчас смотрите, видео под названием «Углекислый газ для здоровья. Как и почему? Самоздрав или метод Бутейко», в котором я и доктор медицинских наук, профессор кафедры физиологии Мединститута Руден Северин Александр Евгеньевич объяснили подробно и доступно, какую роль играет углекислый газ в организме и не просто какую, но какая именно его концентрация необходима и почему, и какая связь его с кислородом, и не только с кислородом. И сейчас я кратко поясню вам некоторые важные взаимосвязи и даже поставлю отрывки из того видео к теме разговора. А ссылки на это видео и на другие очень важные видео я оставлю вам под этим видео, которое вы сейчас смотрите, не поленитесь их потом посмотреть. Итак, все люди знают, как важен кислород для жизни, но мало кто знает, как и почему не менее важен для нас углекислый газ. Почему его стало меньше? Это отдельная тема. Кстати, об этом доктор Бутейко. Я подробно в 80-е годы рассказывал, в том числе про то, что раньше, в старые времена, в воздухе, в атмосфере было больше углекислого газа в процентном отношении. Кстати, это в том числе объясняет то, почему раньше и животные, и даже люди, имеется в виду доисторические времена, были крупнее гораздо, чем сейчас. Почему изменилось это соотношение кислорода и других газов с углекислым газом, и отчего многие проблемы со здоровьем сейчас именно у современных людей в связи с тем, что углекислого газа стало меньше, и гипокапния, это явление дефицита углекислого газа, наблюдается сейчас практически у всех людей. Итак, посмотрите сейчас, дорогие товарищи, отрывок, из которого вы поймете пропасть между вот этим Бергом и нашей русской отечественной наукой. Вот этот доктор блогера США сказал, что СО2, углекислый газ, даже усиливает кровоток, и это верно, но это все, что он сказал о кровотоке, к примеру. Но он не пояснил, почему он почти никогда ничего не поясняет, а только ссылается на исследования и констатирует просто какие-то факты, а иногда свои догадки. И все, остается все принимать на веру. Он играет на публику, а сейчас люди действительно многие любят простые решения, не любят думать, напрягать мозг и разум, хотят готовые решения, но надо хотя бы интересоваться, задавать вопросы. Вот, кстати, чем мой канал отличается от его и подобных ему более популярных каналов. Ну что ж, мой канал для избранных, для пытливого ума людей. Итак, посмотрите отрывок, почему улучшается кровоток при увеличенном содержании углекислого газа в крови, и какие еще две важные функции несет в себе углекислый газ для нас, для здоровья нашего. Смотрите. В чем же дело, почему углекислый газ так важен? Вот, ответ как бы лежит на поверхности, потому что углекислый газ, растворяясь в плазме крови, в других жидкостях организма, соединяется с водой и существует в виде угольной кислоты. То есть, иначе углекислый газ определяет pH, активную реакцию нашей крови. А активная реакция крови, количество водородных ионов, определяет, как будут работать наши ферменты. Вот, pH нашей крови, это жесткая константа, так называемая, 7,35-7,45 физиологические пределы. А вот, ну это, если вы возьмете для нормального человека. Но если вы возьмете учебник для реаниматологов, там границы уже. 7,38-7,42. Понимаете, вот там еще жестче должно, должна соблюдаться эта константа, чтобы все ферментные системы работали оптимально. И это правильно. Да, безусловно. Вот, мне кажется, вот это вот одна из главных причин, почему организм сохраняет углекислый газ. Но не единственная. Вторая причина – это влияние углекислого газа молекула на тонус сосудов. Молекула влияет на гладкомощные клетки, они расслабляются, и таким образом регулируется кровоток. Вот. Наши органы и системы, они обладают возможностью снижать или повышать уровень кислорода в ткани и уровень углекислого газа. Разные капилляры есть. Капилляры, несущие кислород, и капилляры, не несущие кислород. Плазматические. Плазматические отводят тепло и определяют уровень метаболизма, регулируют температуру. А вот эти обменные капилляры, которые приносят кислород, они увеличивают метаболизм органов. Таким образом, углекислый газ влияет фактически на кровоток и на метаболизм органов. Наиболее важные наши органы – это головной мозг и сердце. Потому что, вы знаете, жизнь прекращается тогда, когда вот эти два органа перестают работать. Все остальное – мышцы, кишечник и так далее. Ну, это чувствительно, но это не смертельно. Есть один орган в человеческом теле, в котором очень много СО2 и очень мало кислорода. Это печень. Потому что, ну, вы, наверное, видели в анатомических атласах, может, где-то на картинках, большой орган – 2 килограмма. Вот. А кровоснабжается он мизерной артерией. Артерия гипотика толщиной в спичку. О, кровоток маленький. Почему так? Не нужен кислород в печени, а нужно большое количество углекислого газа. И вот это вот третья составляющая действия углекислого газа. Оказывается, углекислый газ в молекуле присоединяется к жирным кислотам. И таким образом получается новая жирная кислота. Вот. От 40 до 60% жирных кислот, по оценкам биохимиков, получается в печени именно так. Реакция карбоксилированная. Если количество углекислого газа снизится, то эти реакции уже не будут проходить в нужном объеме. Кстати, очень интересна та часть видео, отрывок из которого вы сейчас посмотрели, в котором речь идет о такой теме. Последствия дыхания чистым кислородом. Это когда в больницах ставят кислородные маски. Да, это иногда необходимо и нужно. Но и карбогеном. Вы поймите, раньше было в советское время, потом это, к сожалению, прикрыли. Такой газ как раз кислорода смесь с углекислым газом. И не просто так. И вот как раз здесь вы узнаете из того видео, целиком его посмотрев. Очень важные аспекты, очень важные. И вот поймете, и кстати, когда будете слушать, смотреть, сопоставьте это с лекциями того же Берга, и напишите потом, не поленитесь мне под этим видео, понимаете вы разницу вот эту пропасть? И что такое популизм? Ну хорошо. Захотите, посмотрите видео тут целиком. Ссылку оставлю. Разумеется, можно дышать и по методу Бутейка. Он рабочий метод, прекрасный. Я сам его изучал, дышал по этому методу в 80-е годы. Но там нужна, конечно, большая сила воли. Можно пользоваться и аппаратом Самоздрав. Только с точными регулировками премиум модели для точного контроля СО2. Понимаете? Точного. А ведь в крови должен быть определенный процент этого газа. Но об этом чуть далее. А дыхание в пакетик, как говорил Нюм Ивакин и повторил здесь Берг, это, конечно, можно, но это от безысходности. И ориентироваться тут придется вам по наитию, так как вы не сможете пакетиком контролировать уровень углекислого газа в крови. А что, это важно? Да, это очень важно. Ну, можно пить газированную воду, совершенно верно. Но опять же, контроля уровня углекислого газа не будет, хотя польза будет хотя бы в том, что сосуды действительно будут расширяться, и кровь по ним будет легче проникать во все клетки организма, и в том числе отдавать клеткам кислород. И это уже немало, хотя могло бы быть больше. И делать газированную воду лучше самому, а не покупать. Потому что заливать в сифон надо, ну, куда баллончики маленькие вставляются. Кстати, до сих пор такие производятся сифоны, очень недорого продаются, и баллончики производятся, да. Так вот, заливать надо туда осматическую воду, ну, после системы обратного осмоса. Почему? Да чтобы там не было соли жесткости. И вот тут мы переходим к следующей теме. Жесткая минеральная вода, она вредна. В долгосрочной перспективе, в быстросрочной, может принести пользу. И здесь нет противоречий. Дело в том, что положительные изменения происходят на курортах, куда врачи и в советское время сейчас отправляли людей, больных, так сказать, чтобы подлечиться. И людям становилось легче, действительно, просто потому, что они впервые в своей жизни начали пить воду. Ведь до этого они пили только в основном кофе, чай, и другие напитки, которые являются растворами и не работают как растворители в полной мере. А тут они впервые стали пить именно растворитель, то есть воду. И самочувствие у них становилось лучше. Но соли жесткости, которые растворены в минеральной воде, очень вредны для почек и не только. Поэтому даже на курортах нормируют потребление минеральной воды. А минералы надо получать, дорогие друзья, не из воды, а из живых продуктов питания, из зелени, овощей, ягод, фруктов, термически необработанных. Где они присутствуют? В органических формах и соединениях, в хелатных формах, а не в виде карбонатов, как в воде, что не может усвоить организм человека и других животных. А вода должна быть идеальным растворителем. И самая лучшая в этом смысле вода с нулевой жесткостью. Именно там были центры сверхдолгожителей, где вода обладала определенными физико-химическими свойствами. В частности, она была практически нулевой жесткостью. Она не содержала в себе никакие карбонаты и сульфаты. Никакие соли минеральные не содержала. В бытовом смысле самая лучшая вода здесь, может быть для нас, это вода после системы обратного космоса. У меня было об этом видео, какую воду надо пить. Потому что люди часто спрашивают. Я уже давно ответил на этот вопрос. Я хочу вас, особенно моих старых зрителей, обрадовать. Уже два года многие люди ждут, когда будет наконец-то система обратного космоса проточная, без накопительных бачков, которые внутри покрыты полимерами. И, конечно, это все-таки большой вред в этом смысле. То есть одно лечим, другое калечим. Воду пьем вроде бы хорошую, но полимеры постепенно разрушаются, переходят куда в воду, а далее куда в наш организм. Так вот, будут системы проточные. Подождите немного, скоро об этом у меня на канале будет видео. Это, пожалуй, для меня лично, и я надеюсь, для всех разумных людей, будет просто счастье от понимания того, что еще одну важнейшую проблему со здоровьем мы здесь закроем. А вот теперь послушайте про норму углекислого газа в крови, и что такое гиппокапния, чем она опасна. И что будет с вами, если вы будете глубоко дышать? И почему вы будете наблюдать этот эффект? За счет каких процессов в организме? И, кстати, в атмосфере концентрация кислорода выше, чем требуется нашему организму. В основном 21% в легких, когда достаточно для диффузии и достаточно для потребления клетками 15% содержания кислорода в атмосфере. И проблема не в его дефиците кислорода, а в дефиците углекислого газа, и потому кислород плохо, хуже, чем мог бы усваиваться. Итак, слушайте отрывок из того же видео, очень важный о нормах углекислого газа в крови, и не только. А что происходит, когда количество углекислого газа меньше нормы в крови держится долго, и какая норма углекислого газа в крови? Меряют обычно артериальную кровь. Так. И это жесткая константа, так называемая. Должно быть 40 мм ртутного столба. Ну, это примерно 5%. Если в газовой фазе смотреть. 5-6, да, наверное? Ну, 5. 5-7, 35, где-то вот так. Так, это норма. Это норма, да. Но если человек пребывает в состоянии стресса, то начинается снижение. 35, примерно, 30 мм. Значит, легко проверить, как может повлиять вот это состояние гиппокапнея, уменьшение углекислого газа на каждом человеке. Для этого нужно просто глубоко подышать. Допустим, 10 глубоких вдохов, и углекислый газ у нас уже существенно снизится. В крови не так много. 2,5 литра углекислого газа. Это легко такой мобилизуемый резерв. Значит, произойдет спазм мозговых сосудов. Произойдет спазм коронарных сосудов. Первое, что мы почувствуем – головокружение. Вот это вот из-за того, что, несмотря на то, что вроде мы дышим, 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 больше кислорода. Но это кажущиеся. А углекислый газ умывается. Спазм сосудов – недостаток кислорода в ткани. То есть, при сниженном от нормы количестве углекислого газа в крови снижается потребление кислорода клетками. Совершенно правильно. И в связи с этим мозг посылает сигнал через нейрогуморальную регуляцию. Весь механизм сложный. И сосуды спазмируют. Во-первых, артерии сужаются для того, чтобы давление повышается в связи именно с сужением сосудов. Потому что кислорода надо все равно, чтобы прошло определенное количество, сердцу надо прокачать определенный объем крови за единицу времени, которое оно может прокачать только при излишнем давлении. Теперь уже, когда сосуды спазмировали. Да, вы совершенно правильно понимаете и трактуете эти вещи. Ну что же, какие выводы мы можем сделать? Во-первых, углекислый газ предельно важен для нас по многим причинам, как минимум по трём. Но люди этого не понимают, как и многие врачи. И это прискорбно. Итак, посмотрите то видео, на которое я ссылал с отрывки, из которого я вам ставил. И во вторую очередь, посмотрите моё видео, как поднять кислород в крови в тканях. Это как раз связь тоже с углекислым газом и с водородом. Во-вторых, углекислый газ дает лучшее усвоение кислорода тканями. Это надо помнить. Но его концентрация в крови должна быть определенной в районе 6,5% от общего процентного насыщения газами крови. И в-третьих, у всех людей сейчас в той или иной степени стрессы. Другие причины, по которым сосуды спазмируют, сжимаются мышцами артерии и уменьшаются в размере. И это приводит к куче проблем. Так вот, именно повышенное содержание, а на самом деле нормальное содержание углекислого газа в крови, позволяет деспазмировать сосуды. И они расширяются, и кровоток возобновляется нормальный. И вот это надо помнить и не забывать об этом. Да, и буквально несколько секунд насчет молекулярного водорода. То же самое. Были в советское время проведены опыты, когда под стеклянный колпак помещали мышей. Они дышали, пока уровень кислорода не падал до критической отметки, и они начинали задыхаться. Но когда в эту колбу вкачивали не кислород и не углекислый газ, а в данном случае молекулярный водород, то в присутствии остаточного небольшого количества кислорода мыши опять начинали активно дышать и двигаться. То есть того остаточного кислорода начинало хватать для его усвоения в тканях в присутствии дополнительного количества молекулярного водорода. Вот так-то. А потому давайте сделаем следующим образом. По крайней мере, это мой вам совет. Под этим видео я оставлю вам очень важные ссылки и на мои видео по воде. По физико-химическим свойствам воды. Какую воду надо пить? Про свойства водорода и отрицательно заряженной воды, то есть определенного ОВП в минусе. То есть по поводу окислительного восстановительного потенциала и других параметров. Я оставлю вам очень важные видео. Не поленитесь его посмотреть. Это не будет потерей времени. Это будет приобретением времени к вашей жизни. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте nadgard.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено. Обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите. Ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат, и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.